Дочь Зевса Мельпомену Где ничего нельзя в процессе исправить или, например, должным образом смонтировать Театр прежде всего честное искусство, где любая фальшь сразу чувствуется зрителем, особенно юным За внимание самых маленьких поклонников театра в Югре борются сразу несколько коллективов Один из них – Нижневартовский театр кукол «Барабашка» О нем прямо сейчас в программе «Многоликая Югра» В народной памяти хорошо закрепилась строчка из стихотворения Некрасова «Сейте разумное, доброе, вечное» Полное произведение вряд ли уместно при разговоре о детском театре Однако конкретно эти слова подходят вполне Когда речь заходит о кукольном театре, то первые ассоциации – это прежде всего сказки Хорошо знакомые и не очень На сцене театра «Барабашка» идет читка детского спектакля «Тайны темного леса» по пьесе Никиты Шмедько Артисты собираются затронуть важные темы, о которых не часто говорят в детских спектаклях Основная тема этого спектакля – это зависимость Это зависимость от наркотических средств, алкоголя, либо тяжелых наркотических средств И в какой форме я преподнесла это – это решать зрителю Варвара Шмелева, режиссер театра «Барабашка» считает, начать именно такой серьезный разговор с юным зрителем никогда не рано Спектакль выйдет с возрастной маркировкой 12+. Вообще, мне кажется, тема… все надо затрагивать, просто надо умело их преподнести И умело так преподнести, чтобы не говорить «это плохо, вот так не делай» И это хорошо, то есть моралите такое выносить в каждом спектакле нет Как раз я считаю, что додумайте, поймите, прочувствуйте, почему нельзя, почему не стоит Вот это вот главное, потому что когда все конкретно, на это смотреть неинтересно В очередном режиссерском проекте «Варвары» в качестве актрисы ее поддерживает однокурсница по Нижегородскому театральному училищу имени Евстигнеева Ксения Лескова Столица Самотлора, они работают с 2003 года По словам Ксении, эта сцена подарила ей возможности, с которыми еще не всем кукловодам везет Когда мы заканчивали Нижегородское театральное училище, нам всегда говорили Вы кукольник, да, вы будете вечно играть там ежиков, мишек-шатунов, зайчиков Но тем не менее, вот здесь, в городе Нижневартовске, у меня сложилась судьба немножко по-другому Мне довелось играть не только в колобке или в репке У нас есть серьезный репертуар рассказ За старания артистов зритель платит своим вниманием Невероятная задача удержать его и оставаться добрыми друзьями нескольких поколений молодой нижневартовской публики на протяжении 30 лет Возле малого зала, на стенах, отражение многолетней истории театра «Барабашка» К нашему предыдущему юбилею, когда театр исполнялось 25 лет, мы решили, что нам нужно как-то, может быть, отразить в интерьере какой-то театральный дух наш И тогда главный художник театра предложил сделать такие панно Это фрагменты наших спектаклей Вот в данном случае это спектакль «Соломенный бычок» Спектакль у нас идет очень давно И вот фойе малого зала заполняется зрителями Известно, что самые юные зрители страшно нетерпеливы Для того, чтобы детвора чем-то смогла занять себя перед спектаклем Здесь есть возможность порисовать и поиграть в простенькие игры на интерактивном экране Главное, чтобы они не пропустили третий звонок на спектакль «Сказки малышки» Точно! Ребятки, сказка начинается! Силами домовенка Васи и двух его помощниц, Анютки и Марфутки На сцене воплощаются сюжеты двух известных сказок Про репку и курочку-рябу Спектакль идет без возрастных ограничений Однако это не мешает сказочному деду вдруг вспомнить взрослую поэзию Серебряного века Не жалею, не зову, не плачу Все пройдет, как зебелый к яблоньбей Увидание золота окуваченый Я не буду больше Эх, молодей Ой, горячо! Дети не остаются в стороне, а принимают участие в процессе То помогают собрать курочки-зерна, то поддерживают вытягивающих репку Тяню-потяню, вытягивать не можем Мышка поможет, мышка поможет И вытягивающих репку И вытягивающих репку Ура! Какое счастье! Мы надеемся, финал этой истории не стал для вас сюрпризом Ровно как и для постоянных зрителей этого театра, которые, несмотря на известные сюжеты, на сцене регулярно посещают барабашки И запомните, друзья Жизнь – это главная семья Мне очень нравится игра актеров Вы знаете, они прям с душой относятся к детям Очень нравится Намного интереснее, чем, допустим, даже увидеть это вживую Чем по телевизору этот фильм Ну, как бы, не знаю, в наше время я такого не видел Сейчас вот хожу с ребенком, мне очень нравится Ева, тебе понравился спектакль? Да А кто тебе больше понравился? Да Репка? Да Или про курочку рябу? Про курочку ябу Артист кукловод – это синтетический артист Это драматический актер не может взять куклу вот так вот сразу и начать играть Потому что владеть куклой – это как владеть скрипкой, да? Во-первых, есть разная система кукол Во-вторых, надо чувствовать, там, не знаю, работать с голосом и так далее, там подобное Мы можем работать везде, а вообще у меня написано театральное искусство в дипломе Я думаю, даже в кукольном театре больше возможностей, чем в драматическом театре Потому что здесь визуальная часть шире Я не могу это объяснить, но я это понимаю Я работал в драматическом театре в Перми И у меня есть с чем сравнить В общем, ну вот пока здесь увлек меня кукольный театр Увлечения кукольным театром «Барабашка» с актером Сергеем Кондратьевым Могут разделить не только нижневартовцы У этой труппы большая гастрольная и фестивальная жизнь Спектакль «Гуси-лебеди» с успехом прошел на восьмом окружном театральном фестивале «Белое пространство» в Сургуте А в самом начале 2019 года нижневартовские артисты радовали москвичей и гостей столицы В проекте организаторов «Золотой маски» В путешествии в Рождество мы участвовали в таком замечательном фестивале Работали на разных площадках Москвы в течение недели Показывали свой спектакль «Морозка» Очень хорошо влились в тематику этого фестиваля И получили, конечно, хорошую возможность показать свою работу на таких площадках в Москве На федеральном уровне, зрителю, уже другому, за пределами округа Разумеется, все это было бы невозможно без кропотливой работы людей, которые на сцену не выходят Художники, бутафоры, мастера света и звука Очень интересная специальность, потому что очень много и художников у нас приезжая, с которыми можно пообщаться, что-то новое, найти режиссеры Очень плодотворная работа, интересная, творческая Здесь у нас находятся гипсовые формы, они у нас уже использованы из каких-то спектаклей В основном они используются для отливки головы куклы Сначала вылепливается голова, которую нам художник предоставляет, эскизы Мы вылепли мы из пластилина ее на станине Потом уже, когда она готова, ее отглаживают хорошо И мы, например, на этот стол ее ложим, уже полностью наполовину разрезаем В основном половину разрезаем, ну если какая-то сложная форма, там, конечно, уже бывает Но у нас редко это И отливка идет из гипса Для спектаклей, в которых артисты играют сами, живым планом, принципиально важны костюмы Мало их просто сшить Основная забота – уход и доработка Вот эту юбку принесли на реставрацию, нужно заменить подклад В общем-то, ну, верхушка остается та же самая Это тоже из серии «Мал» Ну, актеры хорошо живут, я бы сказала, да То есть тут в основном расшиваете? Да, после новогодних праздников только так Уже после все части сценических образов, воплощенных в деталях одежды, отправляются в костюмерную Мы следим за тем, чтобы художественное исполнение уже этого костюма, чтобы оно сохранялось То есть вот все задумки художника, режиссера, то есть и пожелания актеров, потому что иногда бывает сошьют костюм, но он не всегда удобен Мы там то пуговку пришьем, то еще что-нибудь добавим То есть как бы мы помощники актерам Заведующая костюмерной Инна Клубакова работает в театре уже больше 25 лет Вообще в этом коллективе немало сотрудников, которые пришли сюда еще в первые годы существования театра Среди них Борис Фокин, заведующий музыкальной частью и создатель музыки к большинству спектаклей барабашки А всего их здесь было сыграно около 90 за всю историю труппы Особая гордость автора и композитора – песня «Увидеть югру влюбиться в Россию», а также гимн театра кукол Барабашка, барабашка, поиграй и рассмеши Барабашка, барабашка, детям сказку расскажи Барабашка, барабашка, ты забавный и смешной Барабашка, барабашка, встречи мы хотим с тобой В данный момент сейчас готовимся реанимировать спектакль «Доктор Айболит» То есть у нас практически музыка у нее написана Ну и мы хотим немножко материальную часть там переделать И немножко сделать ее, скорее всего, больше даже оно в тюзовском варианте Ну и с использованием также куклы С 90-го года, то есть практически с момента основания труппы В театре «Барабашка», как принято говорить, служит актриса Наталья Леонидовна Василькова В театре больше никто не может похвастаться таким огромным опытом Введения сценического диалога с юным театральным зрителем Нижневартовска Знаете, он почти что не меняется У нас очень такой театральный город И дети любят наш театр, очень любят И именно с первых дней, как мы стали работать, с первых спектаклей У нас был тогда один спектакль Почти что целый год шел этот «Золотой цыпленок» Потом у нас стали появляться, конечно, с каждым годом все больше и больше И вот думали, вот сейчас весь зритель пройдет и все И больше не будет, нет Все время были полные залы почти что всегда Очень любят Тот самый первый спектакль в «Барабашке» «Золотой цыпленок» по-прежнему идет на сцене театра С момента премьеры в июне 90-го года В постановке изменилось практически все На сцену с другими декорациями выходят другие артисты Прежней осталась только сама история Сказка, которая не оставит любого зрителя равнодушным Серый волк и хитрый лис с целью наживы воруют золотое яйцо Однако, когда из него вылупляется цыпленок Решать судьбу этой добычи становится сложнее А, тогда ты, наверное, мой папа Здравствуй, папочка И я тебе не папочка И я тебе не папочка Спустя без малого 30 лет работы театра «Барабашка» Театральный мир Югры уже невозможно представить Без артистов-кукловодов из Нижневартовска Остается надеяться, что у этого коллектива впереди еще более долгая история В которой актеры и работники за кулисы будут продолжать заниматься своим нелегким делом И выполнять свою главную задачу Театр в первую очередь должен вызывать эмоцию Которая остается и в голове, и в сердце Остальное все это обсуждения, додумывания какие-то Тем более, если мы говорим о театре для детей О детском театре Там сложнее все Там и не обманешь Там и семейный просмотр Вот меня очень интересует эта тема Чтобы родители приводите детей в театр Приводите Это оккультуривает их Это воспитывает что-то Барабашка, барабашка Поиграй и рассмеши Барабашка, барабашка Детям сказку расскажи Барабашка, барабашка Ты забавный и смешной Барабашка, барабашка Встречи мы хотим с тобой Барабашка, барабашка Поиграй и рассмеши Барабашка, барабашка Детям сказку расскажи Барабашка, барабашка, ты забавный и смешной Барабашка, барабашка, встречи мы хотим с тобой